Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы продолжаем тренинг по специальному персональному мануальному массажу и мануальной терапии. То есть сразу избавление от практически всех проблем, снятия функциональных блоков, костно-связочные аппараты разблокируются, дальше нерв разблокируется и так далее. И вот у нас возник вопрос про ось и дальше нерв. Что это такое? Ну, если коротко, он начинается примерно в середине ягодицы и идет до пальцев ног. Идет достаточно толстым, размером с палец, или даже с большой палец толщиной такой. Эта проблема называется ишиаз, ишиология. То есть седальщий нерв, он так вот по латыни называется. И то же самое синдром седальщиного нерва. То же самое синдром грушевидной мышцы. Это, в общем-то, разное название одного и того же. Защемление, ущемление седальщиного нерва. Это то же самое. Почему, ну, по названиям, да? Почему это происходит, спрашивается. Ну, давайте разберемся изначально. Значит, вот, смотрите. Позвоночек заканчивается и переходит в крестец. Крестец это пять строящихся позвонков, между которыми есть дырышки, и через них выходят нервы. Вот они, да? Сверху тоже выходят, и там еще другие нервы подходят, через вот эту дырочку в гребе подвздошной кости. И вот они все вместе объединяются, и где-то вот тут, примерно, начинается седальщиный нерв, вот он красным. Я его помесил, да? И вот он идет через всю ногу. Ну, там дальше он раздваивается. Что может болеть, собственно говоря? Что на него может повлиять? Это либо грыжа, если она между позвонками Л-5С1, да? Она, ну, здесь показано, кстати. Вот видите, грыжа вот вышла, красненький показано. Грыжа это выпячивание диска межпозвоночного, то есть он выдавился и сдавил нерв на корешок. Тогда идет нервация в ногу, на общем, куда угодно может идти. В данном случае мы про нижние позвонки говорим в ногу, да? Скорее всего, стреляет. Либо эти позвонки, нижние поясничные, они просели, компрессионное сжатие было, да? Соответственно, они тоже своими отростками, ну, там, мышцы, да, они их сдавили, сжались. Либо, чаще всего это бывает, синдром грушевидной мышцы. Она идет, вот подозрочные косточки, крепится к бедру. Примерно вот так вот она вот расположена. Видите, да? В свободном состоянии она, естественно, свободная. Нам никак, мы про нее даже знать и не знали. Ничего не можем даже предполагать, да? Но когда у нее есть воспаление, она укоротилась, да? Или мы перетрудились, удар был, или там, обморожение, почему там маму в детстве, бабушке говорили, не сиди на холодном камушке, да? Именно вот из-за этого синдрома, старшее поколение знает, из-за синдрома грушевидной мышцы. То есть, она укоротилась, она сдавилась, там остатки остались венозной крови, то есть, она набухает, эта мышца, да? Сокращается мышца, да? Она становится шире. Растягивается, ну, как бицепс, да? Она становится уже. И передавливает конкретно, вот тут, получается, седалищный нерв. Он об косточку сдавливается, да? И вот отсюда идет боль. Еще вот, а спрашиваешь по поводу, что тут у нас... Когда они ходят, отдают, как будто нервы по ногам проходят больно. Как будто прям вот нервные удары по ногам проходят. Да, да. Это то же самое, только вот причина в другом. Продуло, проспользило поясницу, да? Что значит, вот... Как ты сказал термин? Сдавило мышцы? Спрессовало? Сжало? Неважно. Скомпрессировало. В общем, когда есть какое-то обострение, организм страхуется. Даже если там просто человек неудобно лег, да? И что-то там и поднял неудобно, да? У него там болевой синдром, бац! Поясница, да? Зажало, но при этом отпустило. Но поскольку организм предупреждает сам себя, чувствует, что ага, в этом месте может быть еще раз несколько поболеть, да? Или вдруг от греха подальше на будущее, я предохранюсь. И тогда он сковывает вот эти мышцы. Там вокруг каждого сегмента позвонка, и вокруг такие вот маленькие мышцы. Он их спрессовывает. И даже это от стресса тоже может быть. Пиханул резко, раз, напрягся. А потом уже и забыл, от чего. И они опять спрессовались. Мышцы спрессовываются, да? Это что значит? Они держат в каркасе жестко этот сегмент позвонков. Сегмент это что? Один позвонок, второй позвонок. И между ними диск межпозвоночный. Ну, вот этот сегмент, да, получается. И соответственно, эти мышцы так его сдавливают, что скомпрессовывают этот диск межпозвоночный. Он вылазит, даже может появиться грыжа. Если не грыжа, то все равно они в окончании так же зажаты, и так же вот они выходят сюда, и нервируют в ногу. Соответственно, вот как мы найдем его на человеке? Как нам избавиться? Теперь перейдем к следующему вопросу. Как от этого избавиться? Олег, задам сразу, пока мы не вряд ли о теме, последний вопрос. То есть, вот если у человека спину прихватил, допустим, мышцы зажало, да? Спина болит, поясница болит, и в ноги отдает. Если человек пойдет, сделает, допустим, процедуру массажа, чтобы ему разогрели эти мышцы, растянули эти мышцы, освободили этот середальничный нерв, то ему, допустим, с прихваченной спиной эта процедура поможет сразу же, чтобы его отпустил, если разогреть эти мышцы, они встанут на место. Как правило, да, помогает буквально там с первого сеанса. Ну, опять же, надо разбираться глубже. Проблема у всех индивидуальная. Если там разрушен позвонок, да, грыжа достаточно большая, то какие-то приемы нельзя делать. Если это только мышцы, и они еще не без миозитов, да, без воспалительных процессов, то, ну, пару-труг сеансов, и все в порядке. Без сильной давки просто аккуратно, мягенько его растягивая, разогревая мышцу, можно попробовать. Да, разогревая, размягчая, разъемными способами, да-да-да. Ну, к этому сейчас мы и перейдем, собственно говоря. Вот, смотрите, как его найти? Вот есть у нас косточка, где обычно ямка идет, да? Ставим точку на ямке. Есть вертел беды на кости. Вот это самая упирающая кость ноги, вокруг которой, вот она, вокруг которой, ну, собственно, покажу, вот, крепятся мышцы, и они идут вот так вот, веером, широкая мышца ягодица, большая, средняя, малая. По греблю, по воздушным костям крепятся. Ямка вот тут находится, вот на этом месте. И есть седалищная кость, вот она выпирается, собственно говоря, на которой мы и сидим, вот на них. Ее тоже можно достаточно легко нащупать, вот она здесь. Ну, к сожалению, проекции получаются разные. Представьте, это вот в 3D все, да? Если эти точки соединить, получается равнобедренный треугольник. И у этого треугольника немножко, честно говоря, промахнуться все-таки, из-за того, что кожа съезжает. Вот здесь эта точка. Вот. Если у треугольника провести бисертрисы, который, как мы знаем, делит угол пополам, да? То получается вот это место, где начинается седалищный нерв. Вот он так пошел туда. Передавливает он, соответственно, чуть пониже, вот здесь. То есть не наседаешь на косточке, и не на бедре, да? А вот, вот об этой кости. То есть еще передавливается он вот примерно здесь, вот в этом, в этом месте, да? Грушевидная мышца. Ну, давайте ее адресуем другим фломастерам. Вот примерно, собственно говоря, она вот так вот идет. Да? Кроме нее, есть еще и другие мышцы. Покажу, который вот так, вот так, вот так, вот так вот. большая идет ягодичная мышца, через нее пересекают, да? Мы это можно, размягчая, не разминая ягодицу, мы их можем нащупать. Они, как правило, такие плотные, как струны натянуты, как палец, как будто бы там внутри, да? Ну, вот еще раз покажу. Вот примерно так мышца крепится, да? Когда мы ее нащупали внутри, вот берем ее и растягиваем потом любыми способами. Вот так, вот так размягчаем, да? Вдоль ее растягиваем, поперек. Ну, поперек тяжело, потому что ты не залезешь, да? Поэтому используются такие более жесткие методы. Вот это то, что вы видели на видео. Локтевая техника, да? Вот вы говорите. На ком-то сняли, да? На братья на своем. Вот. Достаточно жестко мы с ней работаем, но давайте покажу просто некоторые методы работы. Значит, вот нащупали глубоко, да? И начинаем ее растягивать, если позволяет пальчики, то пальчиками. Все согревающие техники, ну, это смотрите наше видео про то, как мы работаем с ягодицами. Конкретно устраняя эту боль, мы в нее, в эту мышцу впиваемся, локтем и идем на срыв. Либо в эту сторону, либо в эту сторону. Ну, в принципе, любым локтем можно работать. То есть, что мы сделали? Мы ее раздавили, растянули и на срыв пошли. Она как бы вот отпружилила и спазм ушел. Либо второй способ. Ну, не второй способ. Все способы хороши, можем попробовать. Мышца где-то крепится, да? Мы ее можем найти место крепления. Вот он чувствуешь, да? Вот тут. Эту точку продавливаем и отпускаем. Ну, секунд 10. И с этой стороны можем эту точку найти, продавить и резко отпускаем. Происходит эффект шланга. То есть, когда, если шланг засорился, да, мы можем на него, ну, вода не проходит, мы на него выступаем, отпустили ногу, да? Накопившаяся мощность воды пробивает эту пробку. Так и здесь кровь накопилась, мы отпустили, она пробивает этот спазм. И то же самое с вот этими остальными мышцами, которые я нарисовал, да? Вот ищите, проверяете, где-то там она вот, вот больно, да? Раз. Надавили эту точку, отпустили. Прошли все мышцы, отпустили. Если же боль все-таки идет не из-за мышц, а из-за из-за поясницы, да? Вы можете проверить таким способом. Ну, во-первых, нажав сюда, спрашиваем у человека, мягко, мягко, либо пальцем, да? На позвоночек. На сочинение. L5, S1. Нажимаем. L4, L5, L3, L4, L2, L3, L1, L2. Проходим к мягким местам и спрашиваем. Больно здесь внутри? Терпима. А здесь? Терпима. Как ты расслабишься, не двигайся. Нормально, да? Терпима. Вот. И тогда с какой-то долей вероятности мы можем предположить, что есть у человека грыжа, если ему больно, как он в этом месте, да? Но опять же, мы не рентген, мы не можем обвинять человека в его заболеваниях. Ну, просто предполагаем. Потому что до позвоночника там мы не долезем. Там еще сантиметров в 5 в глубину. Через все ткани, мышцы, сало. Вот. Если грыжа нету, да, то, скорее всего, есть компрессионное сжатие. Тогда мы растягиваем вот эти мышцы, которые коротенькие, между гребным позвоночником и позвоночником. Вот это в этой ложбинке не лежат. Растягиваем их, расшатываем всеми способами. И стараемся позвоночник все, что ниже, оттянуть назад. Для этого мы что делаем? Ну, либо с той стороны встаем и тянем позвоночник, тазовую часть. Помните, я говорил, что вот эта точка все, что ниже, тянется вниз. Все, что выше, тянется вверх. Либо мануальными приемами раскачиваем, но сначала обязательно разогрев надо, разогреть мышцы. Раскачиваем, надавили и дернули. Вообще-то это надо еще делать, чтобы муки заскальзывали обязательно через какую-нибудь тряпочку, салфеточку, любую. Вот, уперлись в гремель по злошной кости, вот сюда я упираюсь, да, рукой. Другой рукой просто придерживаю ребра. Это тоже вот пошло, бумага и скрапию растянули и раз. Потом есть методы скручивания и методы работы, когда человек лежит на спине, в животном вверх, то есть на самом верх. Ну, об этом в следующем видеоролике мы расскажем, а сейчас еще просто методов работы с вот этой грушевидной мышцей, да, которые переживают все дальше, нерв. вот можно использовать какие-нибудь инструменты, в данном случае, например, бита, да, если не хватает силы пальцев, да, или рук, так же вот продавливаем его и на срыв уходим. Здесь, чтобы вот эти мышцы расслабить, тут же еще квадратные мышцы идут, сверху их тоже нужно расслабить. Мы дополнительно растягиваем, растягиваем, опять же смотрите наши другие видеоролики, как мы разминали, растягивали, расслабляли, уводя от центра к периферии боль и лимфу и кровь. и так же можно вот через тряпочку только не на косточку бить, а чуть выше от на мягкое место, сделать как бы валик на косточку и вот сюда устанавливаем биту, плотно, чтобы она не соскальзывала. И пробиваем. Ну, берегите людей, по костям бить нельзя, это просто больно. Это вот в экстренных методах воздействия, если хотите, мы используем биты. А так, на самом деле, как говорится, руки профессионала ничто не заменят, ничто не заменит, да? Руки массажиста, ни один массажер не заменит. Тренируйтесь, учитесь, ну, а самое главное, приходите к нам на тренинги, потому что по видео вы ничему не научитесь. Приходите на тренинги их везет Олег Алавгудин. Хе-хе-хе. Субтитры сделал DimaTorzok